Добрый, добрый, добрый день еще раз всем. Ну что у нас, завершающий матч данного Best of 2, Вичи Гейминг против команды Invictus Gaming. Но это не те Вичи Гейминг, это Вичи Гейминг Потеншал. Те Вичи Гейминг только что уничтожили команду Newbie со счетом 2-0. А эти проигрывают команде IG. IG посерьезнее смотрятся, но все-таки они посерьезнее по факту. Бернинг забирает себе Ember Spirit. На мидлейн отправляется Shadow Fiend Ferrari. Леон от Fata. Идет у нас Саппортить и со стороны команды... Так, 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 давайте всех досмотрим. Так, 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 Фейт на Леоне. Скайросмак для Чи. Кси на Бристалбеке в сложную. И в принципе все. Так, пожалуемся на него. Нельзя пожаловаться, жалко. Джеймс забирает себе Вич Доктора. Сикрет будет играть на Фантом Лансере. Догфайз будет играть на Найт Сталкере. Янг на Дайт Хантере. И Квин оф Пейн от ССС... Лав Дью. Про остановки лайнов от команды Вичи Гейминг у меня небольшие вопросы. Куда у нас отправится Квапа? Квапа, скорее всего, отправится в мид. Ну, кто тогда будет фармить? Фантом Лансер. Да, Сикрет у нас отправляется, скорее всего, в легкую фармить. В прошлой игре Сикретекс стоял на мидлейне на Темплара Сасси. Теперь он берет Пейла и будет давить мясом команду Айджи. Много иллюзий, много дэмэджа. Много ударов по спине Бристалбеку. Много квилл спреев. Много смертей для команды Вичи Гейминг Плеер. Приятного просмотра. Феррари, скорее всего, отправится на мидлейн. Легкую будет фармить Бернинг на Эмбер Спирите. Саппорт, Скайросмаг и Леон для него. Ну и сложная линия для Кси. Ничего необычного тут Айджи не выдумывали. Без каких-либо серьезных изменений в расстановке лайнов. Все очень простенько. Мидеры на миде. Лейты фармят в легкой. Эмбер Спирит в легкой. Обыкновенно мы привыкли видеть данного героя в мидлейне. Теперь вот Бернингу дали возможность поформить легкий лайн. Еще и саппорта к нему приставили. Нянька в виде Скайросмага. Леон же перемещается на мидлейн. Фейт либо поможет сделать ФБ, либо уйдет. Скорее всего, второе либо. Нет, Фейт возвращается. Фейт меня троллит. Ну и здесь Джеймс. Та же история абсолютно. Еще один саппорт рядом со своим мидлейнером. Джеймс отсюда уходит. Не уходит. Точнее, Леон уже отправился на нижний лайн. Будут издеваться над Тайтхантером. Тайтхантер очень жирный. Тайтхантера просто так с руки не пробить. Янгу тут надо хорошенько постараться, чтобы его, в принципе, расковыряли. Но опять же, Кракеншелл пока что не качал. И Янгу половину хп сносит Чи. Продолжение ждем. Что делает Янг? Янг пытается оправдать хилинг селф, который он принес себе. Пока просто одними танго отъедается. Джеймс в это время. Завардил Эншентов. Если вдруг у Тайтхантера появится желание на них сходить, например, у Кси. И все и уходит. А зачем здесь вард? Не очень понятно, кто будет для кого что стакать. Неужели верят, что Эмберспирит тут рано-рано выйдет убивать Эншентов. У Бернинга пока что ничего по артам нет. Да и неудивительно. Полторы минуты всего прошло. На мидлейне. 6 на 4 у нас с СФ. И Квин оф Пейнт 4 на 2. Так, у нас первый фраг все-таки сделали на Тайтхантере. Давайте смотреть, сколько можно пропускать. Дурной тон вообще. Янг. О, двух саппортов разваливается. Оффлейнер в итоге у нас отдается на ФБ. Команда IG начинает со счета 1-0. По голде 860 заработали на Тайтхантере. 790 поднимает Леон. Почему так много? Что это вообще такое? Как так может быть? Многовато дали за Тайтхантера. Я даже и не понял, в чем дело и почему. Ну, это в принципе ладно. IG уже начинает вести со счетом 1-0. И по голде 1000 для них. И 500 тоже для них. По экспириенсу. В Феррари есть уже рейсбенд. Совсем немного времени, денег точнее, остается до батла. У Квин оф Пейн. 450 на руках, 1 улталисман. Феррари перефармливает своего оппонента. У Феррари 9 на 5, у Квапы 5 на 3. Бёрнинг на первом месте 13 на 9 у Эмбер Спирита. Тайтхантер не только подфидел на реке и отдал ферстблат команде IG. Он еще и не сражается вообще за крипов. Бёрнинг стоит на фрифарме 15 на 10. Смотрю на Сикрета, по-моему, такая же ситуация. Сикрет тоже у нас на фрифарме. А Кси не может понять, что не так. Сейчас Кси будет очень сильно удивлен. Давайте посмотрим на Кси. Просто на выражение лица Кси. Так, Кси поднимается на гору. Что видит Кси? Кси видит то же самое, что и было на горе. Что такое? Что-то не так пошло у Кси. Ну вот, пожалуйста, вот вам Вичи Гейминг Потеншал. Вот вам Вич Доктор от Джеймса. Завардил Эншентов. Теперь Бристлбэк будет в печали еще ближайшие сколько? Минуты 4, наверное. 4 минуты 30 секунд. Девардить вряд ли кто-то возьмется. Дороговато это, да и ни к чему сейчас. Позже буду делать стаки. Все равно больше 3-4 стаков не сделаешь. Кси это прекрасно понимает. А через 4 минуты эти стаки тоже можно будет сделать для Бернинга. Бернинг со старта их сливать не будет. Да и Кси рано или поздно развалят на Эншентах, если вдруг он туда отправится. Пока второй левел у Бриста. Там пока не будет, наверное, седьмого левела. Бристу нет смысла туда вообще соваться. Кси уводит крипов с лайна. Чтобы Сикрету сложнее по таврам фармилось. Кси у нас цепляют. Через вой. Догфайтс настреливает по спине. Сикрет. Через секунду будет еще один ланс. Копье в спину. Развалили Кси. Найт Сталкер забирает этот фраг. Догфайт снова ухп уходит. Счет становится 1-1. Попав это время на мидлейне. Проседает тут Феррари. Пятый левел для мидера IG. И пятый левел для Квин оф Пейн. В общем-то сравнялись. Более-менее 11 на 8 Квин оф Пейн. 14 на 8 Феррари. По Нетворсу Квапа. 15 с половиной сотен. Ну и 17. Даже 18 для СФ. У Бёрнинга уже. Есть фейсбуцы. 500 по голде сверху для него. Чье это? Это фейта. Это не твое. Ну Бёрнинг 550 на руках имеет. Фарм идет в принципе идеальный для Бёрнинга. Никто не мешает. Даже не пытается мешать. Сыграли 5 минут. 33 крипа уже у Бёрнинга есть. Фейсбуцы есть. Фармить очень даже просто. Держи линию. Денай своих крипов. Ну по классике. Чуть меньше половины хп стало. У своего крипа Бёрнинг принимается за него. Даже не надо особенно контролить Денай. То есть делать ласт хит на крипе это не обязательно. Потому что близко никого даже нет. Вот только сейчас подходит Янг. И Бёрнинг сразу же давит на Янг. У Бёрнинга уже почти 6 левел. Почти 900 на руках. После этого крипа 900 есть. Для Бёрнинга будут ли здесь барабаны или не будет. Это уже его личное дело. Пропустил крипа. Позор. Репорт Бёрнинга. Привязка пошла по Янгу. Сайленс по нему. И Янг на лоу хп. Под флейм гвардом. Эмбер Спирит сжигает у нас беднягу Тайт Хантера. До сих пор первый левел. Бёрнинг уже почти 7-й. Тайт Хантер первый левел. Зачем ему здесь быть непонятно. Дабл спаун на Эншентах. Но первого левела Тайт Хантер их не убивает. В это время Леона рассыпается у нас на сложной линии команды АДЖИ. Зашли в спину. Зашли за Т1. Секрет пошёл у нас танковать на себя Тавер. И уходит отсюда Догфайтс. Ох уж эти саппорты Найт Сталкеры. Что они делают с обычными саппортами страшно представить даже. При том, что вы понимаете. Привычные саппорты это интеллектуалы. С маленьким количеством хеллспоинтов. Практически без эскейпа. И элементарный сайленс от НС. Дальше воет и с руки расковыривает. Откат вайда вообще минимальнейший 8 секунд. То есть 10 секунд это предел того, сколько в файте живут саппорты. Пси прячется в кустах. Просто получает экспириенс. На лайн не выходит. Он видел, что случилось с Леоном. То же самое может случиться и с ним. Скайлесмаг в это время забирает у нас ещё раз Тайт Хантера. Бёрнинг с Флейнгвардом. Разваливают здесь и Бёрнинга, и Чи на Скайросмаге. Вовремя приходит Квин оф Пейн. А где же там СФ? СФ в это время фармит лица. Феррари не до всех этих файтов. На ранних левелах Феррари нужно фармить. IG выигрывали по голде порядка 1000. Теперь в ноль спустились. И по экспириенсу Вич и гейминг потеншал впереди. Удивительное рядом. Тайт Хантер зарабатывает третий левел. Второй энкор Смэш. Первый Кракен Шелм. Можно идти на Эншентов. Или хотя бы пытаться их убивать. Какую-то бутылочку или танго для Янга. И всё. И можно идти. Фейт подходит на мидлейн. У Феррари нет маны. Это проблема. Действительно, у Феррари появляется ПТ и Транквил Буци для Найт Сталкера. Даже больно смотреть на такое. У Бристалбека один тапок. Больше ничего. 600 сверху для него по голде. У Бёрнинга. В это время есть Роупов Зе Мэджи. Брасера для Бёрнинга нет. Но после этой пачки крипов Брасер появится. Фесты пока не качал. Качал привязку. Качал третий. О, четвертый. Точнее Флеймгвард. Скайра Смак за Янгом. Три стака Эншентов. Все ждут своей... Собственно, своей участи. Тайт Хантер должен это все забирать. Но кто же ему даст это сделать? Фейд ставит у нас с Энтри Вард. И уже надо как-то тратить деньги, чтобы задевардить его. Об этом знает Янг. Он прекрасно понимает, что обрезали ему возможность фармить. И уходит отсюда. Очень грустный Тайт Хантер уходит со своих Эншентов на линию. А на линии ничего хорошего его не ждет. Бёрнинг уже восьмого левела. Ремнант есть. Фисты есть. Привязка есть. Тайт Хантер третьего. Ну, вообще не жилет здесь. Бёрнинг. Через Флеймгвард и Фисты забирает всех крипов на линии абсолютно. Янг хоть какую-то здесь экспуф. В принципе, от тавара получает. Но показываться Янгу запрещено здесь. Бёрнинг ждет, пока появится Флеймгвард. Дальше можно будет совсем другим языком разговаривать с Тайдом. Как же глупо просирать Сентри Вард для блока стаков. Только Сентри. Обсервер. Ну, просто Обсервер-то действует шесть минут. В Сентри две минуты. Не две, а четыре. Обсервер, в свою очередь, шесть минут. И это важно. Это очень важно. Бёрнинг поджигается за Янгом. И быстрее лететь. Два ТП сюда. Здесь бы ничего от Бёрнинга не осталось. Каски не успевает дать. Ведь Доктор уходит отсюда. И Чи. Скайросмак чуть было не подставился. По золоту. Айджи 750. По экспириенсу 300. Тоже Айджи. Фейт. Ловит здесь Ланс. Ну и что? И половину ХП Фейтус одного Ланса снесли. Неприятная абсолютно ситуация. У Кси. Уже есть Боттл. Тапок 450 на руках. И что-то для Кси же должно быть. Нет. Всё это Феррари и Бёрнинг. Бёрнинг уже заработал себе на барабаны. Всё необходимое у Феррари уже есть. Хедреска и Баклер. Ну и остаётся 700 голды до появления Мекки на СФ. У Квапы в это время есть Пауэртретс. Но у Талисман, Роупов Зе Мэджик. Квапа, по-моему, проигрывает по Нетворцу. Так и есть. 4500 Феррари и 3950 для Квин оф Пейн. Феррари продолжает фармить здесь Крипов. Для него это не проблема совершенно. Лишь бы Маны хватало, а Крипы так будут и сами умирать. 400 голды остаётся всего лишь Феррари до появления Мекки. Есть Руна Инвиза. Но зайти сюда нельзя. Здесь есть Сентрик. Просто так. Никто не подставится. Ни Квапа, никто другой. Видж Доктор тем более. Ну и Феррари пошёл на хайграунд. Уже 714 для СФ. 200 голды. Вот сейчас Тавара будет голда для СФ. Всё, готова Мека. Феррари может приобретать себе Мекку. На сдачу ещё купить себе... Не знаю что. Свиток Портала и один Айрон Брэнш. Тайтхантер у нас. Наконец-то приобретает себе Аркан Буцин. На линии просто Янг не появлялся. Тем самым позволил себе Аркан Буцин приобрести. Но он же видел, что здесь заваржено. Здесь ещё и древний Громозавр. Даже близко отходить не решился. Так, Бёрнинг у нас с кем-то файтится. Ни с кем. Просто отходит на руну. У Бёрнинга уже есть Фейс Буцин. Есть Драма Фендеранс. И 1100 сверху. Он первый по фарму. 5800 для него. У Сикрита на ПЛ 5500. Ринго Факвила. Мордип Маск. И 1700 на руках. В общем-то, Фантом Лансер уже может купить себе Владмир. Но пока не покупает. Пока что одним... Одной Мордип Маск ограничился ПЛ. Ему-то всего ничего надо до Владмира. Это приобрести себе Ринго Фриген. И приобрести себе Рецепт. Базилка, как вы понимаете, в Аквиле спряталась. Бёрнинг на Сикрита. Ну что, битва тяжеловеса. Сикрит до Пельганга первого левела. Улетает в кусты. Тайт Хантер ультанул. Янга есть 6-й левел. Очень удачно ультанул. Но Бёрнинг у нас живой под флейм-гвардом. Минус Тайт Хантер. Минус ССФ в свою очередь. Где Бёрнинг? Куда ты делся? Бёрнинг улетает под Меледиктом. Боится драться. И правильно делает Докфайт. Дальше за Скайросмагом. Ночь на дворе. Скайросмаг отсюда не уходит. И Бёрнинг тоже на лоу хп. Быстрее бежать. В итоге. Даблкилл в этом файте. Делает у нас ССС. Возвращается Кси. Квапа быстрее отсюда бежать. Кси за Докфайтсом. Сможет ли убить его? Копьё в него. Докфайт зря развернулся. Ещё один Квилл Спрей. И развалится здесь Докфайтс. Нет, отходит. И Кси на лоу хп. Сикрит. Ещё один Ланс в спину ему. На Сикрите уже 4 Квилл Спрея. Сейчас Сикрит развалится. Если ещё распрыснет у нас Кси. Нет, Сикрит живой. 200 хп. Минус 100 против минус 124. Бёрнинг. Под Флэйм Гардом. Задокфайтсом. Не хватает скорости бега. Ночь на дворе. Джеймса нашли. Тут самого слабого Рахита расковыряли. Счёт 6-9. Не могу посчитать. Ну, тут непонятно кто, с кем и сколько на сколько подрались. Давайте смотреть. 2 на 4 Вичи Гейминг. Потеряли двоих, забрали четверых. Неплохо здесь отыграли. IG должны быть в минусе 100%. Графики ещё не обновились. По экспириенсу Вичи Гейминг потеншал 1500 впереди. По золоту сейчас увидим. У Леона 550 на руках. Долго ещё, конечно. До даггера. До всего Фейту долго. Четвёртый левел всего. Фантом Лансер. Под хостой. Дальше за Фейтом. Всё. Минус Фейт, скорее всего. Под хостой бежит Сикрет. Для него не проблема. А тут с руки, скорее всего, будет добивать Фейта. Нет под коп. Ой, пожалел Копьё. А Фейт-то может и улететь отсюда. Мансить в кустах. Мансить, Мансить. Сикрет в итоге встречает Фейта. Под хилили его. Меха от Феррари. И минус Фантом Лансер. Вот это IG показали класс команде. Вичи Гейминг Потеншал. Пожалел Фантом Лансер Копьё. Подумал, что и так развалю. Развалил. Увидимся в следующей драке. 7-10. Подарил просто-напросто кучу денег своим оппонентам. Правда, в это время IG потеряли Эмбер Спирита на топ-лейне. Но это не важно. Красивый мув был от Фейта. И, конечно же, от самого Феррари. Янг на ЛОХП. Через Квилл Спрей его здесь забирают. Но еще и забирают всех его драконов, которых он не добил. 8-10 счет на данный момент. По золоту IG впереди. 2000 по экспириенсу проигрывают полторы. IG на нижнем лине. На Т1. Глиф от команды Вичи Гейминг Потеншал. Но это просто потянуть время. За дефать Тауэр они уже не успевают. Тауэр догорает. Забирает его ССФ. И перемещается на первое место по фарму. Обгоняет даже своего тиммейта Бёрнинга. Почти на 1000 опережает своего оппонента Квапу. Мидлейнера команды Вичи Гейминг Потеншал. ССФ так должен идти. Он должен обгонять всех, кого только можно в где-то минуты до 40-го. А дальше может быть Бёрнинг или может быть Пэл. У кого там как пойдет. Фантом Лансер. Просто с ноги по горбу Бёрнингу. У Пэлла уже есть Яша. Также у Сикрета до сих пор Мордип Маск. Которая ни во что не грейдится. Владмера так и не появилась. Без диффузов играет Сикрет пока что. Но 1300 есть на руках. Посмотрим. Сейчас может и появится. В инвизе Квин оф Пэйн. Должен байтить на себя Тайт Хантер. Он не подходит. Сбить в принципе ТП можно только ультой Тайт Хантера. Но для этого Тайт Хантер должен быть поближе. И будут ли тратить вообще. Наверное нет смысла. Квапа дальше за Кси. Ну все. Квапен нужно отсюда уходить. Он сейчас нарвется на двоих. А там не пойми что с ней будет. Она получала уже Квилл Спреев. Крик пошел в Кси. Шадоу Страйк. Все толпой за ним. Кси понял. Что-то здесь не так. Словят его. Копье в спину. Наррала Квапа еще и в лицо. Ну и развалили у нас оффлейнера команды IG. Счет становится 11-8. В этом файте Вичи Гейминг 650 по золоту и 1050 по экспириенсу подняли. Бернинг в это время на топ лейн. Через Фесты, через Флейм Гвард забирает пачку крипов. Здесь уже машинка, два рейнджевика и еще толпа приходит. И вся команда IG здесь. В принципе файтится не вопрос. Единственный, кого нет атакси. Прилетает сюда Тайт Хантер. У Янга есть Реведж. Дайте только возможность. И почти готова Мека для Янга. У Док Файтса на Найт Сталкере. Транквил Буци, Урнов Шадоулс. Брасер тоже имеется. У Квапы. Обливент Став. Квартер Став. 450 до второго Обливина остается. И потом еще на рецепт Оркеда. Тайт Хантера мы видели. У Вич Доктора ничего интересного. Кое-как, наверное, ПТ соберется. А может Вич Доктор пойдет. Не может, а скорее всего пойдет в Медас. А потом из него будет уже Аганим себе собирать. Фантом Лансера 2200 на руках. В принципе, Алтимей Торп уже может себе ПЛ приобрести. 11 левел также для него. Второе место по Нетворцу. Янг через Сайленс, через Мистик Флеер развалили Янга. Нарал Аквапан на Фейта. Но Фейт раскастовался. Ему, в принципе, можно и в Таверну отправляться. Иллюзии Фантом Лансера не очень больно бьют, но при этом слишком доставучие. Айджи пока что на них не реагирует. Но в скором времени, когда Диффуза появится, не реагировать на Иллюзии это себе дороже. У Бёрдинга уже есть Яша. И, и, и. Ну и что? И готовится Манта Стайл. На опережение. У Квина... А нет, не на опережение. Я думал, что Квапа еще без Оркита. Уже есть Оркит у нас. У ССС I Love You. И... Поэтому, что же кроме Манта Стайла, Эмбер Спириту еще может здесь понадобиться? Тому герою, который очень зависим от своих скиллов. Я думаю, все это прекрасно знают. Нет Фестов, нет Эмбер Спирита. У ССФа после Микки появляется Блэк Кинг Бар. Феррари еще 1100 имеет на руках. Яула и Даггера пока что нет. Феррари комплектовался... Укомплектовался, чтобы не умирать, чтобы не сильно били. У Эмбер Спирита Ultimate Orp уже имеется. У Фантом Лансера 3000 практически на руках. Секрет что-то себе купил и тут же продал. Теперь, в принципе, Манта Стайл для Секрита, я думаю, уже будет готов. Можно сейчас уже принести. 20-ая минута. Диффуза. Одним кликом диффуза покупает себе Фантом Лансер. Ну и пора что-то делать теперь с Владмиром. По-моему, не стакается данная история. Это не уникальный модификатор или нет? Вообще забыли, да? Да, уникальный. Одну секундочку. Уникальный. Уникальный, уникальный. Уникальный, ясно. Диффуза не уникальный. Странненько. Ладно, в любом случае, Фантом Лансеру понадобится Владмирту для демоджа. Это вообще не лишнее будет. Команда IG в это время на Рошана. Феррари есть ульта. У него 36 душ. Феррари просто ждет, чтобы к нему подошли. БКБ будет. Реквим оф Сол будет. Кси, правда, без маны здесь. Уже понаплевывал у нас на Рошана. Все, абсолютно выплевал. Пошли гнать Бернинга. Бернинг под Сайленсом. Ремнант от Бернинга. Сразу за ним. Квапа за Бернингом. Еще один ремнант. И бежать. Бернинг просто так никому не отдастся. В это время IG забирают Роху и... Аэгис для СФ. Ну и Манта Стайл появляется для Бернинга. Теперь о таких Сайленсах можно забыть. Теперь та же история от командовичей Gaming Potential. Им теперь приходится лесами здесь пытаться убежать. Догфайтс на лоу хп развалили. Леон собирает Келлинг Спри. Подзаработал себе немного денег. У Леона уже есть даггер. 900 сверху для фейта. По золоту IG 6000. Даже 7 по экспириенсу. IG впереди на 2500. Ну а IG давят неплохо на самом деле. Они вроде как проигрывают по фрагам. Вы видите 10-11. Но судя по графикам, не на секунду они не теряли контроль над ситуацией. Но разве что по XP тут немного отдали. А по голде уверенный фарм. Абсолютно уверенный. Без колебаний каких-то серьезных. Все только вверх-вверх-вверх. Ну немножко динамика понижалась. Но это не критично вообще. Ну и продолжают дальше давить. Теперь Т2 на ботом лейне. Начинает страдать. У команды Вичи Gaming Play. Ээээ... Потеншал. Вичи решили на топ лейн переместиться. Здесь сильно битый тавер. Его можно забирать. Правда есть глиф. Его не юзает. Команда IG. Бёрнинг. Быстрее бежать отсюда. Есть Манта Стайл. Но пока что Бёрнинг его не юзает. Нет смысла. Под барабанами смог свалить и без этого. Бёрнинг. Феймгвард на себя. Крипы падают очень быстро. Без фистов, без ничего. Крипы сами по себе сгорают. Команда IG в это время снесла Т2. Подпушила под хайграунд. У Фейта появляется Staff of Wizardry для Force Staff. У Кси уже есть Vanguard. 2 800 сверху для Кси. У Скайра Смага. Ничего кроме Сейдж Маск из новых артефактов не имеется. У СФа 3 800 на руках. Феррари уже может себе Юл, Даггер, что угодно собрать. Он может сразу пойти в Скаде. Продавай Рейс Бен. Покупай 2 Ultimate Arba. Феррари берёт Envis. Requiem of Soul, кстати, по-моему, и не видели мы. 24 минуты сыграли. СФ до сих пор без ульта. При том, что ульт уже почти третьего левела. Сенжин Яшу приобретает себе СФ одним кликом. Какой молодец. Под ноль закупается Феррари. Байбека не будет, если вдруг понадобится сейчас. Есть при этом Аэгис. Так что просто так СФом два раза не убить. Опять же, при наличии Мекки, БКБ, Инвиза в батле замучаются просто игроки. Командович и Gaming Potential убивают своего оппонента на мидлейне. Манта Стайл для ПЛ. После диффузов, после всего, что мы видели, 14-й левел Сикрет. СФ 15-й левел. Бёрнинг в это время тоже 15-й левел. Сикрет немного отстаёт. Там 2000 от СФа и 500 от Бёрнинга. В это время забирают двух саппортов игроки команды IG на мидлейне. Продолжают дальше давить. Ксина плёвывает по Янгу. Феррари просто с руки по Янгу. Гаш по Янгу. И что? И Янг выходит. Кракеншел тут своё дело сделал. Мекку СФ не провязал ещё. Наплёвывают по Сикрету. Доффельгангер на хайграунд. Бёрнинг дальше за Сикретом. Привязывает его. Чин и сбрасывает с себя Сикрет. Бёрнинг готов файтиться. Флэймгвард у него еле-еле бежит здесь ремнант. Какой калечный ремнант. Кси поймали. Через Соник Вейв. Через Рэвэйдж. Феррари ещё не потеряла Эггис до сих пор. Феррари умирает. Куча Фантом Лансеров ждёт Феррари. Феррари юзает БКБ. Готов файтиться против Догфайтса. Уходит отсюда. На подсейф есть Эмбер Спирит. Леон. Феррари не тронули. Дальше за ним Квапа. Поздновато немножко Квапа рановато. Точнее Квапа прыгнула. В итоге Квапа проседает по ХП. Феррари тоже на лоу ХП. Ульта от Феррари после смерти. Минус 3 делает Вичи Гейминг Потеншал. Отыграли всё, что проигрывали. Или может быть даже больше. 4 в 0 в итоге файт заканчивается. 5 300. По экспириенсу Вичи Гейминг и 3 200. Тоже они. Проигрывали 8. Сейчас где-то до 5 должны спуститься. По ХП должны выйти вперёд. У Тайдхантера может быть скоро появится Даггер. В принципе сейчас уже должно хватать Тайдхантеру на Даггер. На Акси. Толпа Фантом Лансеров. Янг. Всё. Даггер готов. Для Янга просто купи, чтобы не умереть сейчас. Больно смотреть на этого Тайдхантера. 28-ая минута началась уже. Янг только-только приобретает себе Блинк Даггер. У Фейта осталось насобирать ещё 600 до появления. 500 точнее до появления Форстафа уже есть. Стафа Физердрик готов. Рингу Фриген. У Бристл Бэка в составе команды IG. БКВ-шка уже готова. Вы видите, у Эмбер Спирита есть Баттл Фури. Манта стайл. Драма Фендеранс Фейс Буцы. И в данном случае ДД в батле. Это чуть ли не как один артефакт для Эмбер Спирита. СФ с Энжин Яшей, с БКБ, с Меккой. Но это не помешало у нас Феррари сливаться. Скоро Смак, Урнов Шадоуз. Всё, тысяча по голде на руках. У Витч Доктора. Ничего интересного. 1200 у Джеймса есть. У Фантом Лансера. 2200 после появления Диффузов. Причём сразу вторых. Найт Сталкер. Приобретает себе Огур Клаб. Я думаю, что выйдет, скорее всего, в Аганим. Потом уже будет БКБ. Или наоборот, наверное. БКБ, потом Аганим. Докфайтс. Развалился. Мистик Флеер. Фингер оф Дэсс от Леона. Нет Докфайтса. Даже не ищите. Янг. Наконец-то. Мекка Аркан Буцы. Блинк Даггер. 13-й левел Тайт Хантер. Ну и Квин оф Пейнт, БКБ, Оркиты и 3000 по золоту на руках. В Бёрнинга врываться смысла никакого. Бёрнинг с дабл дэмэджем. Привязка Квапы. Квапы не будет. Бёрнинг, беги же за ней. Здесь уже два человека от Кумандовича Gaming Potential. Квапу привязывает Бёрнинг. Ещё бы один удар, Квапы бы не стало. Но у Бёрнинга с руки тут 300. Плюс Сплэш, плюс Флейм Гвард. Конечно, неприятно Квапе. Бёрнинг. 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 Смага. Почти одиннадцатый левел. Чит до сих пор без артефактов, ну, серьезных собранных. Правда, приобретает себе стафф у Физердри. Собрался в Юл, выходить Скоро Смаг, кого-то выключать из файтов. Квапу не выключишь, а Тейт Хантера смело выключишь. Ульта пошла у нас от Найт Сталкера. Ход с Маком на мидлейн. Поймали Бёрнинга. Бёрнинга развалили еще до того, как он очнулся после Рэвиджа. Минус один делает команда Вичи Гейминг Потеншал, и минус один этот очень важен. За него они заработали девятьсот двадцать золота, полторы тысячи экспириенса. Тридцать минут сыграно. По голде IG. Шесть по экспириенсу IG тысячу. У Квапы появляется Алтимейт Орб. Я думаю, что Квин оф Пейн у нас выйдет. В самом деле даже и непонятно, во что Квапа выйдет. Ну, скорее всего, Хекс. Все-таки это очень полезная вещь. Но не удивлюсь, если вдруг увижу линку на Квин оф Пейн. Леон в это время Пейла расковырял. Ого-го. Понятно почему. Понятно, что здесь было проюзано. Джеймс на лоу ХП. Феррари бежит. Бежит посильнее. Еще три удара по Джеймсу. Джеймс умрет. Докфайт ждет у нас Феррари. Феррари БКБ провязал на Джеймса. Джеймса развалили. Феррари дерется с клопой. Мекку юзает у нас мидер команды IG. Куда пошел Феррари, непонятно. Ульта от него. Достает Янга. Феррари выхиливают. Пошел наплевать Кси под коп от Фейта. Кси должен забирать Янга. Еще один плевок. Янг, скорее всего, здесь умрет. Да, Кси забирает у нас Янга. Минус три делает команда IG. БКБ от Кси. Валить отсюда по-быстрому. Где СФ? СФ здесь выхилен. Скоро с магом. Вообще все заряды урны пришлось на него потратить. Но, тем не менее, живет мидер. Минус три сделала команда IG. И на Рошана отправляется. Леон Крохи не подходит. Он понимает, что в любой момент, если понадобится, будет там. У него есть даггер, у него есть форстаф. Поэтому передвижение будет очень мобильным. Так что мог себе позволить немножко подфармить Лайн. Там его 90 дэмэджа с руки не очень-то и надо на 33-й минуте. У нас 200 есть у Тембер Спирита с руки. У СФа 226 сейчас. Ну, бывает и больше. Ну и Кси тоже, кстати. 220 с руки валит под четырьмя зарядами варпеса. У Эмбер Спирита появляется Кристаллис. Баттл Фьюри для Бёрнинга. Манта Стайл тоже у него есть. Кристаллис имеется. На Феррари Талисманов Эвейджин Квартер Став есть в Курьере. У самого 3100 на руках. Одна пачка крипов и для Феррари готова будет бабочка. Вот и пожалуйста. Курьер уже приносит бабочку для Феррари. Дэмэджа теперь очень много у СФа. ХП тут 2000. Скорость атаки огромная. Феррари. Минус все иллюзии. Сикрет, доппель, гангер и драться с Феррари не может. Хотя вот съедают в Феррари очень много маны. Что неприятно для СФа безусловно. Думаю, что Феррари нужно разультиться еще до того, как потеряет Аегис. В это время падает Э3. Привязка у нас по двоим от Бернинга. Янг на лоу ХП отправляется в таверну. Минус он, минус Квин оф Пейн, Дог Файтс. На лоу ХП его отсюда не отпустят. На фармили Айджи то, что им было необходимо. До верного играли. Сикрет, иллюзия в Бернинга. Иллюзию очень быстро разваливают. Ну и Фейт дальше за Сикретом. Сикрет уходит под фонтан. Все остальные игроки и команды Айджи развалили в это время мидлейн и уходят. А куда? А куда? Зачем? ДД взять Бернингу и идти бить нижний лайн. По-моему, так и планируется. Кси, если увидит ДД, должен сигнализировать Бернингу. Ничего никому Кси не должен. Себе забрал ДД, на одинокого ушел. У Скара Смага наконец-то появляется Юлк в 35-й минуте. Три заряда для Чи уже есть в Урнов Шадл. Все очень полезно. Все это тот же СФ, тот же Бристл Бэк просто живет благодаря Скара Смагу. У Фантом Лансера появляется БКБ. Куда, правда, его вставлять и куда одевать Мордип Маск пока что непонятно. Но я думаю, что созреет в итоге Фантом Лансер к серьезным артефактам. Ну и можно опять же продавать Рейс Бэнд, покупать себе... Покупать себе рецепт на Владмир. Пэл скромничает. Просто разбираешь все это, продаешь Рейс Бэнд. Покупать Шринку, Фриген и рецепт на Владмир. Шивас Гвард появляется для Бристл Бэка. Ну, по фарму Айджи должны очень далеко быть. Так и есть 16 по золоту и 13 по экспириенсу для Инвиктос Гейминг. У Бёрнинга 3000 на руках. Клопа в это время приобретает Хекс, Оркет для ССС и Сайт оф Вайс. БКБ тоже на Квин оф Пейн есть. Правда, уже 7 секундный. Тауэр постепенно падает. У Феррари до сих пор не сбили Аэгис. Хекс пошел в Феррари. БКБ до смерти Феррари юзать не будет. Хотя нет. Юзает БКБ. Не дают разультиться Феррари или дали. Просто не было нарисовано Сикрет на лоу ХП. Сикрет в итоге у нас доппергангер делает. Быстрее бежать. Ну и что? И Сикрет умирает. И Сикрет умирает. И почему здесь... Так, ну что это? От Бёрнинга Рэмпэдж. Рэмпэдж от Бёрнинга? Ну, тут жесть какая-то. Я увидел... Что? Это так все делается, оказывается. Увидел, что меч какой-то опустился. Такой же, как от Фантомки. Как от Аркан Мечей ее. Странно даже немножко, но... Увидел, обратил внимание. В это время Бёрнинг настрелял 5 фрагов. Короче говоря, ломаная абсолютно... Вышла драка. Ломаная игра. Команда Вичи Гейминг Потеншал просто не по шансам драться с IG. Бёрнинг закончил со счетом 7-3. Шадоу Финт 7-2. А там 0-9 Тайт Хантер. 3-5 Найт Сталкер. Ну и 5-3 кое-как ПЛ держался. И Квапа 8-2. В общем, поздравляем команду IG с двойной победой в этом противостоянии. Одну секундочку. Пока что не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Ну что, лайв трансляции мы на данном этапе заканчиваем. Сейчас запустим ребродкастики наши наиболее интересных матчей. Поэтому, если есть желание, оставайтесь. Будем рады вам и там. Если что, пишите в чат. Я никуда от чата не деваюсь. Вопросы, ответы. Все это возможно в чате или в группе ВКонтакте, если вам удобней. Вот, все. Услышимся тогда в прямом эфире уже завтра. На сегодня я с вами прощаюсь лично. Напомню еще раз. Это Астория Игрокам ТВ. У микрофона был друг. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Услышимся. Астория Игрокам ТВ. Астория Игрокам ТВ. Продолжение следует...